Омск накрыла волной автомобильных краж. С припаркованных машин все чаще снимают колеса. Похоже, что такой ночной шиномонтаж вполне созревший за последние годы криминальный бизнес. За одну ночь может быть несколько преступлений. Александр Руяткин встретился с амичами, пострадавшими от действий злоумышленников, и узнал, как защитить свой автомобиль. Молодая мама Татьяна Глебова на этой старенькой восьмерке ездит за покупками и возит дочь в детский сад. Недавно Татьяна обнаружила автомобиль вот в таком виде. Ночью прямо на парковке с машины сняли все четыре колеса. Сейчас авто ставят рядом с домом родственников. Так безопаснее. Происходило это все не здесь, а рядом с домом на Завертяево. Вышло, правда, колеса сняли. Вызвали полицию. Сняли отпечатки пальцев. Все проверили. Но так колеса и не нашли мы, в общем. Перегнали сюда. Такие случаи часто в том районе происходят? Да, часто. Буквально там за месяц до этого у нас машину вскрыли и вытащили аккумулятор и автомагнитолу. На минувших выходных в Омске за ночь пострадали несколько автомобилей. Возле дома по улице Харьковская 11 эти неизвестные сняли с иномарки все колеса. Аналогичные случаи произошли на улицах Гашика и Батумская. Одна бригада за ночь разувает в среднем 2-3 автомобиля. При этом действуют злоумышленники обычно в границах одного района. Часто для защиты колес советуют применять сигнализацию с датчиком наклона. Однако серьезные шинники ездят на дело с двумя домкратами. Датчики при подъеме автомобиля с двух сторон одновременно обычно не срабатывают. Одно колесо займет ориентировочно минут 7-8. Вот так. То есть просто пока поддомкратить и открутить гайки? Да, да, да. То есть еще нужно правильно установить домкрат. Потом украденные колеса оказываются на рынке. По словам экспертов, криминальные бригады с парой домкратов обеспечивают до третье предложение бывших в употреблении дисков и шин, продающихся через объявления в газетах и в интернете. Мы проанализировали сообщения об украденных шинах в сети и выяснили, больше всего в Омске разувают автомобили в советском и центральном округах. Спрос на подержанную резину обуславливается популярностью иномарочных моделей 14, 15 и 16 радиусов. Но в специализированных магазинах наткнуться на покрышку с криминальным прошлым практически невозможно, чего не скажешь о интернет-ресурсах, где купить резину с нелегальным прошлым очень даже реально. Причем не всегда хорошего качества, а гарантию, на которую никто не даст. Средняя цена шин в России на популярном портале Авито в октябре составила 7900 рублей. Самая дорогая автомобильная обувь замечена в Новосибирске, Красноярске, Москве и Волгограде. В Омске комплект можно приобрести в среднем за 7500 рублей. Впрочем, избежать неприятного утреннего зрелища в виде собственного авто на асфальте или на любовно подложенных под ступицей кирпичах можно. Рецептов несколько. На данный момент единственный вариант и самый надежный является секретные гайки или болты. Комплект входит по одной гайке на одно колесо. Каждая ему гайка или болту идет свой ключ. Ну, это самое эффективное средство защиты в данное время. Хороший эффект приносят и более простые методы защиты. Например, парковка вплотную к высокому бордюру. Обычно воров интересует комплект колес, поэтому с большей долей вероятности ваш автомобиль они обойдут стороной. Александр Руяткин, Алексей Попов. Новости здесь. Омск.